Здравствуйте, дорогие друзья! Всё так же, периодически, мне продолжают мои подписчики писать и говорить, что вы должны посмотреть моё астральное тело, вдруг я тот царь, которого все ждут. Друзья, давайте всё-таки будь гуманными. Я вот раз в полгода или раз в год обязательно прошу ролики, чтобы как-то, ну, подипломатичнее вы себя вели и не позорились в своих постах или письмах мне, да, и говорили, что вы точно уверены в том, что этот человек есть вы и так далее, и так далее. Знаете, когда у меня было несколько видений, связанных с личностью, которая должна явиться, и все пророчества указывают на эту личность, кстати, этот ролик опять-таки я записываю по вашей просьбе, почему-то всем очень интересна тема царя или правителя будущей России. Иду вам навстречу исключительно по вашим просьбам. Но раз вам тема эта интересна, да пожалуйста. У меня на самом деле очень много этих видений. Было бы хорошо, конечно, если бы я записывал всё, что я вижу, но я понимаю, что общество в принципе не готово. Оно не способно понять те знания, которые, допустим, вижу. Мы в действительности находимся в очень печальном состоянии, и многие знания я скрываю, о чём, конечно же, наверное, в будущем пожалею, но тем не менее. Я скрываю это в силу определённой своей безопасности. И безопасности, конечно же, общества. Не всё можно рассказывать, нужно быть аккуратным, уважительным. И сегодня мы поговорим, опять-таки, о том правителе, который объединит славянские народы, славянские страны. Будет он исключительно славянином. Но тема, которая будет сегодня затронута, она очень сложная, сложная в понимании, но я постараюсь её раскрыть. И сегодняшний ролик, он будет таким вот, знаете, моим стремлением показать величие этой души. Насколько она велика, насколько она совершенно прекрасна и необыкновенна. То есть, вот эти вот наши, знаете, поползновения наших умов относительно этого человека и желание как-то даже, знаете, комментировать, кто он, что он, где он, как он. В моём случае, когда я видел тот свет, который от него исходит, вы знаете, мне было даже неловко думать о нём, потому что, когда мои мысли прикасались к его духовным энергиям, возникало понимание, что ведь я могу его осквернить своими даже мыслями. А мы вот так вот очень часто речью можем, знаете, что-то договорить, допридумать о нём. Вообще очень много лжи, очень много лжи в этом мире и много, конечно, всевозможных пророков-мессий, чем, собственно, они себя и позорят и стыдят, конечно. Ну, да, это их проблемы. Но для начала зачитаю очень интересное пророчество. У меня, кстати, есть ролик на эту тему, я его записывал. Это пророчество племени Хоппи, шамана по имени Белое Перо. И вот что он рассказывал о этом правителе. От восхода солнца в землю Хоппи придёт Пакана, долгожданный истинный Белый Брат. Его лик изменился после многих веков разлуки, но его волосы останутся чёрными. По этому признаку Хоппи узнают его. Один из всех чужестранцев сможет прочесть типони, таблички истории Хоппи. Когда он вернётся, он приложит к табличке руда огня отломанный уголок, который он принёс с собой. И поэтому Хоппи узнают, что он истинный Белый Брат. Он будет в красном плаще и красной шапке. Узор на его одежде, как узор на спине рогатой ящерицы. Вид ящерицы, живущей в пустыне юго-западных Соединённых Штатов Америки. У него нет религии, кроме его собственной он принесёт с собой типони. Он будет всемогущ и никто не сможет противостоять ему. В один день он возьмёт власть над всем черепашьим островом, индейское название Северной Америки. Если он придёт с востока, катастрофа будет невелика. Если он придёт от запада, не выходите на крыши смотреть на него, ибо он будет беспощаден. Дома Хоппи не имеют окон, чтобы наблюдать за происходящим. Жители выходят для этого на крыши. И здесь то, что меня очень удивило, существует очень интересная фраза. В один день он возьмёт власть над всем черепашьим островом, индейское название Северной Америки. То есть Соединённые Штаты Америки, и Мексика будет в будущем под властью этого человека. И теперь самое главное. Вдумайтесь в эту ситуацию, представьте себе некоего правителя Российской Федерации, ну или же неких славянских стран, некоего объединённого государства, который в будущем будет править Соединёнными Штатами Америки, Мексикой и даже Канадой. Понимаете? Это невозможно. Это в принципе невозможно. Сейчас начинаем задумываться и понимаем, что ну как бы Америка это элита, да, это руководящий орган по сути всей планеты. Она всем рулит, всеми экономическими потоками, всеми нефтяными потоками. Их спецслужбы самые сильные, их войска самые мощные и по количеству, и по качеству всех родов войск и так далее, и так далее, и так далее. То есть, естественно, в принципе сейчас это выглядит довольно дико. Этого быть не может. Как? Чтобы правитель Российской Федерации, ну представьте себе, Владимир Путин в будущем правит Соединёнными Штатами Америки. Это возможно? Да это смешно. Это смешно как минимум. Но в будущем, когда придёт новый правитель, он будет править даже Соединёнными Штатами Америки. И вот теперь самое главное, я расскажу видение, которое у меня было. В какой-то момент... А, нет, давайте немножко вернёмся. По-моему, года два или три назад по новостям показывали очень интересный самолёт, который был построен для президента Соединённых Штатов Америки Трампа. Это очень большой самолёт, и что-то там они говорили, что он может летать около суток, не приземляясь. И у него очень большой запас, очень мощная аппаратура, и он может даже пережить там какие-то попадания в него самого. То есть, ну это как летающая крепость. Очень серьёзный такой проект был создан. И вот этот вот самолёт, конечно же, когда Трамп прилетает в какую-то из стран, этот самолёт является олицетворением величия Соединённых Штатов Америки. То есть, ну это можно действительно признать, что это огромнейшая такая, знаете, машина, которая содержит в себе очень многие инновации, да, электроники и вооружения и так далее. То есть, это что, по большому счёту, это символ власти, символ величия, символ власти. И в моём видении я увидел именно этот самолёт. И он стоял на большом таком аэродроме, и когда я на него смотрел, я понимал, что в нынешнее время, в то время, когда я его видел, да, это, естественно, будущее, В это время этим самолётом владел уже правитель Российской Федерации или славянских народов. Я не знаю, как называться будет эта страна, она может называться по-всякому, но однажды этот самолёт станет принадлежать или начнёт принадлежать правителю Российской Федерации. И кроме этого самолёта я видел ещё два самолёта. Один был построен до середины, а другой был начат в своём строительстве и был построен на 20%. И когда я смотрел на эти три самолёта, я понимал, что, в принципе, одного самолёта достаточно для того, чтобы продемонстрировать величие этой души. Да, то есть, речь идёт о Пакане, великом белом брате. Но вот эти вот два самолёта, которые строятся, эти самолёты будут нужны для того, чтобы люди увидели действительно совершенные качества этой души. То есть, правитель Российской Федерации или же славянских народов, он проявит себя в таком качестве, что по своей духовной и материальной силе он будет превосходить, ну, соответственно, если три самолёта, то в три раза того правителя, который есть в нынешнее время, то есть Трампа. То есть, величие и правление славянского правителя, оно будет столь мощным, что Трамп в нынешнем его состоянии будет выглядеть очень-очень, ну, нереспектабельно. Ну, совсем примитивно. И в своём видении, когда я также видел эти самолёты, мне было интересно, почему эти самолёты до сих пор недостроены, и только один самолёт был на ходу, то есть, был способен летать, а два других ещё строились. Один был построен на 20%, другой был построен на 50%, наполовину. И когда я видел эти самолёты, меня вдруг, знаете, осенило. Да, сейчас этот человек, он находится в состоянии, когда он накапливает свою силу. Что значит накапливает свою силу? Ну, предположим, он накапливает определённую свою духовную силу, либо какие-то духовные энергии, либо, не знаю, возможно, магические энергии, материальные энергии. Вот здесь уже не буду додумывать. Я думаю, мы поняли ход мысли. И, конечно же, вот эти вот недостроенные самолёты, они указывают на то, что этот человек находится в нынешнем состоянии, в состоянии, когда он собирается перед тем, как что-то сделать. То есть, он ещё не начал ничего делать. Он находится в состоянии организации и обработки проекта, того проекта, который он продумывает или же планирует, возможно, да, или пытается как-то реализовать. Опять-таки, это всё с моей стороны определённые доводы. И то, что самолёты строятся, это указывает на то, что в будущем он проявит свою духовную силу в разы большую, чем в нынешнем состоянии могут проявить даже Соединённые Штаты Америки во главе с её президентом. И, конечно же, то, что я видел в духовном мире данный самолёт, принадлежащий уже правителю Российской Федерации, или правителю народов славян, это говорит о том, что события уже начинают разворачиваться, и действительно, события разворачиваются в сторону противоположную относительно тех же самых Соединённых Штатов Америки. И вождь Белое Перо, он, конечно же, лукавил. Обратите внимание, он сказал, что если он придёт с востока, и дальше он объяснял, что если он придёт с запада, то есть, с востока он принесёт немного разрушений, но если он придёт с запада, он принесёт опасность, перенесёт страдания, и в первую очередь для народа в Америке, Соединённых Штатов Америки. И далее он описывает этого человека в красных одеждах, то есть, на самом деле, Белое Перо он лукавил, он изначально знал, что он придёт с запада, и уже описал его, потому что, если бы он пришёл с востока, он бы был одет в какие-то другие одежды. Красные одежды, красная шапка или красный плащ, который на нём будет, да, это указывает на то, что он придёт уже в состоянии агрессии, в состоянии праведного гнева, то есть, он принесёт страдания для Соединённых Штатов Америки, то есть, он будет разрушать Соединённые Штаты Америки. Вот в чём суть. И Белое Перо это прекрасно знал, но чтобы, наверное, не пугать потомков, он именно вот таким вот образом извильнул. Он постарался выкрутиться и показать, что Белый Брат, пока он мирный, спокойный и так далее. Но на самом деле он написал его гневную форму. И, конечно же, можно сказать, что данный Белый Брат, он придёт в состоянии агрессии. Агрессии против тех же самых Соединённых Штатов Америки. Это не значит, что я пытаюсь как-то призвать к каким-то военным действиям. Нет. Это будет исключительно разборки между этим Белым Братом и самими Соединёнными Штатами Америки. Боюсь, что люди вообще в этом участвовать не будут, потому что это будет исключительно духовная брань, и влияние Соединённых Штатов Америки он победит вполне возможно даже на духовном уровне. А дальше он уже просто проявится на этом материальном уровне, на этом материальном плане, и выполнит свою миссию так, как он считает нужным. Ну, таково моё мнение. Я постарался объяснить все знания, которые я смог сам обрести в этом состоянии. На сегодня, дорогие друзья, достаточно. До новых встреч.